Еще раз доброе утро, друзья! Время встречать гостей! 4 июня отмечается Международный день борьбы с кариесом зубов. Так как это очень распространенная проблема, мы пригласили в студию специалиста, чтобы поговорить о профилактике этого неприятного заболевания зубов. Сегодня у нас Диана Орловская, врач-стоматолог детского лечебно-хирургического отделения номер 2 филиала детской стоматологической поликлиники города Гродно. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, что такое кариес и почему он вообще появляется у людей? Кариес – это процесс, который протекает в твердых тканях зубов в результате воздействия на них продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, которые находятся в зубном налете. Почему это такая распространенная проблема? Скорее всего из-за того, что все-таки для большинства населения процесс чистки зубов и именно тщательная гигиена является довольно большой проблемой, да, именно качество ее выполнения. Есть необходимость у людей после того, как почистил зубы, использовать зубную нить. А что вот относительно ополаскивателей? Ополаскиватель, он не заменяет зубную нить, поскольку наши зубы, они довольно плотно стоят. И для того, чтобы тщательно и качественно вычистить межзубные промежутки, ополаскиватель с этим не справится, только зубная нить. Какие компоненты в ополаскивателе необходимы для того, чтобы поддерживать здоровую полость рта? На что обращать внимание при выборе ополаскивателя? Тут вы уже подбираете тот ополаскиватель, который вам больше нравится. В основном смотрим на ароматизаторы, которые входят в его состав. Как я уже сказала, какую-то ключевую роль в гигиене зубов, ополаскиватель он не играет. Поэтому тут уже каждый подбирает тот, который ему больше понравится. Хорошо, а вот идеальный уход за зубами, какой он? Расскажите поэтапно. Так, начинаем чистить мы зубы щеткой с пастой. Вот это основные средства гигиены. Очень важно выполнять правильные движения. Тоже очень важно для наших пациентов, и мы каждый раз им напоминаем. Это сверху вниз, насколько мы помним, да? Да, мы чистим выметающими движениями от десны к жевательной поверхности. На верхней челюсти сверху вниз, а на нижней снизу вверх. Потом мы используем зубную нить, аккуратно проходим каждый межзубный промежуток, стараясь не травмировать десну и межзубный сосочек. Потом уже можно, если вы хотите, пользоваться ополаскивателями. И если вы пользуетесь, можно использовать дополнительные какие-либо реманерализирующие гели. Тоже очень полезно для наших зубов. А если говорить о продуктах, которые мы ежедневно употребляем, бытует мнение, что твердые продукты могут навредить зубам, а есть обратный факт, что твердые продукты просто необходимы для того, чтобы наши зубы были здоровыми. Да, какой ответ правильный? Смотря какие твердые продукты вы употребляете. Если это какая-то твердая конфета, леденец, который грызут люди, вы можете травмировать ткани зуба, также можно сколоть пломбы, которые имеются в полости рта. Если же это морковь либо яблоко, когда вы жуете эти продукты, то вы способствуете самоочищению зубов. То есть, в принципе, это очень неплохо. А вот если, например, орехи, они достаточно жесткие? Если их не раскалывать, то они полезны для зубов. Как часто в вашей практике возникают травмы, когда люди раскалывают зубами орехи? Ну, у меня такого еще не встречалось. А вот раскрытие про профессиональную чистку зубов. Это вообще обязательная процедура? Ну, я бы сказала да. Очень важно, чтобы люди приходили хотя бы раз в полгода, поскольку, когда проводим вот эту процедуру, мы можем, во-первых, очистить зубы более качественно, тщательно, указать пациенту на недостатки в его гигиене. Также врач-стоматолог, он рассмотрит каждый зуб со всех сторон, он может увидеть начинающийся кариес, какие-то дефекты пломб, которые нужно заменить. А что насчет отбеливания зубов? Очень многие любят результат. А что насчет воздействия на зубы? Действительно ли очень сильно это портит зубы? Если отбеливание проводит врач-стоматолог профессиональными средствами, которые предназначены для отбеливания, на зубы негативным образом это сказываться никак не будет, поскольку врач-стоматолог, он расскажет, как правильно подготовиться к этой процедуре, какими средствами пользоваться после ее проведения, и какого-то негативного воздействия на зубы ваши не будет, если провести правильно и профессионалами. То есть к отбеливанию все равно нужно готовиться? Нужно самому пациенту какие-то действия? Обычно пациент приходит на консультацию, и ему врач рассказывает. Обычно это профессиональная гигиена, если нужно заменить какие-то пломбочки, вылечить кариес, и уже как каждому пациенту индивидуально уже подбирается подготовка. А если говорить о бытовом отбеливании зубов, различные капы, гели, реактивные какие-то пасты, для отбеливания зубов, как они вредят вообще? Домашнее отбеливание тоже может быть подобрано врачом-стоматологом. Это самый идеальный вариант. Если же брать зубные пасты, с ними тоже нужно быть очень аккуратными, поскольку там содержатся абразивные частички, которые могут повредить зубы, если делать неправильные движения. Поэтому тоже нужно проконсультироваться со специалистом, прежде чем их покупать. Хорошо. Ну, давайте тогда разберем такие самые главные распространенные ошибки, из-за которых может появиться кариес. Как я уже сказала, это неправильное движение. Это основная ошибка, поскольку если мы неправильно будем чистить наши зубы, во-первых, не вычищается налет, отстается на зубах, также можно привести к тому, что появятся дефекты в твердых тканях зубов. Следующая ошибка – это то, что наши пациенты, они все-таки пропускают этап чистки зубной нитью. А если говорить об употреблении продуктов, то какие продукты наиболее вредные для зубов? От чего может быть стоило избежать? Продуктов, которые, ну, самые вредные, вот их точно стоит избегать. Есть ли такие? Я бы сказала, что это продукты с высоким содержанием углеводов. Вот, то есть это конфеты, это печеньки, особенно липкие булочки. Также хочу отметить то, что соки, да, кажется, они вроде бы должны быть полезны для нашего организма, но в них содержится высокое количество сахаров и кислот, которые тоже могут негативно воздействовать на наши зубы. А есть продукты, которые вот лично вы сами в своем питании вот не используете вообще? Нет. Я считаю то, что ко всему должен быть разумный подход. То есть вы можете съесть конфету, почистить зубы, и плохо от этого точно не будет. А вообще какие профилактические меры вот есть для того, чтобы предотвратить кариес, появление его? Первое, это, конечно, вот профессиональный гигиен. Вы приходите, вам все вычищают, рассказывают о ваших проблемах, позволяют выявить на ранних стадиях. Вот. Потом то, что домашний уход, вот, и дополнительные реминерализирующие средства также очень важны в нашем уходе. Хорошо, спасибо вам большое за встречу, за ответы. И, наверное, все, что хочется пожелать, это всем здоровых зубов. Обязательно, ведь все хотят иметь красивую и здоровую улыбку. Спасибо. Ну, а мы напоминаем, что сегодня в студии у нас была Диана Орловская, врач-стоматолог детского лечебно-хирургического отделения номер 2 филиала детской стоматологической поликлиники города Гродно. А если вы хотели бы стать героем нашей рубрики или гостем нашей программы, то звоните по телефону 62-64-40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»